Можно ли совершать намаз в той комнате, где кто-то спит, например, жена или дети? Вместе не было такой маленькой комнатной комнаты, когда впереди человек уже спит, земной поклон в этой комнате не оставалось. И когда сужда делал, уже рукой делал, Муран читал, рукой делал Аиша, чтобы ногами спала впереди. Когда он сужда делать хотел, он чуть ущипал его, чтобы она ноги поднимала. Она поднимала ноги, и там он сужда делал, саллиллаху алейху асалам. Лучший человек, лучший создание Аллаха, так скромно жил, в таком комнате жил. И средний человек руки поднимал, до потолка тоже доставал. Это было имущество самого лучшего создания Аллаха. И многие из нас жалуются, что дома кушать нету. Сейчас, когда средних людей было, тогда у королей не было дома. Средние люди уже машинами катаются, машинами передвигаются. Тогда, какой бы король ни был на очереди, только мог продвигаться на этом карете. И пророк, саллиллаху алейху асалам, в мягком постели он не спал, чтобы не проспадывать намаз. Пророк, саллиллаху асалам, дома оставляя, что-нибудь из имущества спад не ложился, раздавал. И в таком доме, который вышел, вырос и жил пророк, саллиллаху асалам, овладел весь мир. И распространил ислам во всем миру. И справедливость распространил между людьми. И этот человек будет заступничать за нас, за тех людей даже, которые большие грехи совершают из его уммата. Мое заступничество будет в судный день, кто будет большие грехи делать из моего уммата. Даже за тех? Остальные не говорим, даже за тех будет заступничество пророка, саллиллаху асалам. За этого не любить невозможно пророка, саллиллаху асалам. Кто верит Аллаха и посланника, не любить него невозможно. Он умирал, за нас переживал, за уммата переживал. И судный день, когда ждет, начать хисап, за уммата просит. Уммати, уммати, мой уммат, мой уммат. Когда другие пророки будут говорить, моя душа, моя душа. Он просит о уммата. Он нас не забывает. За нас просил. И за нас скучал, как сказал пророк, саллиллаху асалам. Я хотел увидеть своих любимцев. Он сказал, не мы не являемся твоими любимцами. Нет, вы мои сподвижники, мои любимцы. Те люди, которые пришли после меня, не увидев меня, которые ислам приняли. Уверовали. Саллиллаху асалам. И можно, проблем нет, пророк саллиллаху асалам. Это почему я эту историю привел? Что Аиша впереди спала. Пророк саллиллаху асалам молился в этой комнате. Аллаху асаллиллаху асалам. Шейх, может быть, человек задает этот вопрос. Ну, просто мне сейчас в голову такая мысль пришла, что, может, он так тоже на та-аджуд встает и боится, что это может быть как показуха или еще что-то. Они же спят, показуха же не будет. Они же спят, даже не знают. Да, спят, показуха. Даже показуха бывает, когда ты именно для этого, если делаешь. Именно, чтобы тебя видели. Например, даже они спят, ты громко читаешь, что они проснулись, видели, что ты молишься. А так, если они спят, и ты не встаешь, тем более, ты не являешься показухой. Нельзя деяние оставить, боясь, что люди подумают показухой. И нельзя деяние делать, чтобы люди видели, что ты делаешь. Надо ради Аллаха делать. Потом люди что подумают. Другое дело. Твое сердце, твоя работа. Должен стараться, чтобы сердце не пришло гордость за это. Наши предки вообще старались скрывать свои хорошие деяния. Один такой-то случай случился. Или комета упала, или метеоритет, что-то такое случилось. А ночью это видно было? Ночью видно было, случилось. Второй день один говорит, кто такое время это видел? Он говорит, я видел. Но это не было за то, что я стоял молился. Он говорит, я что-то болел, спать не мог. Это поздно ночью было. Чтобы люди не подумали, этот момент он стоял молился, чтобы этой показухой не было, он сразу говорит, в этот момент я не спал за то, что мне что-то болело. И не спавший был, заметил я эту вещь. До такой степени они скрывали свои хорошие деяния. И даже, чтобы люди мысли не пришли, а в этот момент он молился, ма-шаллах, у вас сюда, он сразу этот обрывает и говорит, я в этот момент не спал за то, что болел. До такой степени они скрывали свои хорошие деяния. Был один табирин, он сколько-то лет ураза держал, его семья не знала, что этому поститься. Через день держал, постился он, через день, и семья не знал, что это. Он когда на работу ходил, обед тоже с собой брал, подруга тоже раздавал, семья думала, что он не поститься. Так в такой степени свои хорошие деяния скрывали. Это деяние бывает у Аллаха тоже более принявшим, потому что никакой показуха там нет. Алхамду ля Рабу ла. Продолжение следует... Продолжение следует... ... ... ...